МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Готовь первоклассников зимой. В Чебоксарах началась запись в первые классы, причем через интернет. Нет наличных? Гуляй. В Чебоксарах в мороз из маршрутки высадили девочку с транспортной картой. Когда рабочее место подо льдом? Или специфика будней водолазов? В российских регионах формируют делегации на Всемирный фестиваль молодежи. Он состоится в Сочи в середине октября. Сегодня глава Чувашии встретился со студентами вузов Республики, которые претендуют на участие в фестивале. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Стать участником Всемирного фестиваля – их заветная мечта. Студентке ЧГУ Татьяне Григорьевой удалось пройти предварительный отбор. Девушка уже изучает программу. В состав Чувашской делегации войдут те, кто отличился в учебе, спорте и общественной деятельности. Сегодня шансы Татьяны увеличились. Ей вручили свидетельства о назначении стипендии главы региона. Каждый из студентов, каждый из молодежи хочет отправиться на этот фестиваль, потому что в первую очередь это для нас огромная возможность для нашего развития. Мы можем развить свои способности, свои творческие способности или же спортивные. На встречу со студентами приехали те, кому довелось побывать на фестивалях молодежи. 60 лет назад Всемирный форум проходил в Москве. Членом Чувашской делегации тогда стала и Елизавета Енисеева. Говорит, что это было, словно вчера. Каждая делегация приветствовала гостей и участников фестиваля словами «Мир и дружба». В день открытия фестиваля выступали спортсмены из разных стран, студенты Института Ленина. Для молодежи из других стран Москва открыла двери и 32 года назад. Ректор Института Валерий Андреев тогда тоже стал участником фестиваля и даже сохранил значок делегата. Говорит, что это был особенный съезд. Изменения происходили в том году. Великие, помните, гласность, перестройка, Горбачев, демократия. Это впервые в 1985 году весь голос зазвучал. И, конечно, на международном уровне, что такое, что происходит в Советском Союзе, для всех это было любопытно и интересно. На Всемирный молодежный фестиваль в Сочи из Чувашской республики отправится более 100 человек. Уже известно, что послом региона станет депутат Госдумы Алена Аршиновна. Очень здорово, что 125 человек от Чувашской республики может свободно принять участие, представить в лучшем свете свою республику и страну на этом фестивале. Конечно, это исторические события будут для вас, для всех, кто на самом деле участвует в игры. Где-то 130 стран там мира будет, участников, насколько там вчера прошла проходила информация, уже не чуть ли около 12 тысяч. Кто именно войдет в состав Чувашской делегации, станет известно скоро. Медриковалев и Игорь Зверев, Республика. Новые рабочие места с достойным уровнем заработной платы. То, что делает любой регион привлекательным для молодежи. Выпускники-уроженцы Чувашии охотнее возвращаются в республику, зная, что найдут здесь хорошую работу. О том, как им живется молодые специалисты одного из банков, поговорили с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В Чувашии в системе ВТБ-24 трудится около полутора тысяч человек. 49 прежде работали в центральных офисах банка. В республику едет не только молодежь, проработавшая ранее в мегаполисах страны, но и коренные жители крупных городов, таких как Евгения Кавелич из Санкт-Петербурга. Петербург, как и всякий большой город, он очень занятой. Очень напряженная атмосфера в плане того, что все время нужно спешить куда-то. Очень много машин, много пробок, и от этого очень устаешь. А приехав сюда, в Чебоксар, я буквально ощутила уют, тепло. Я просто отдохнула душой на самом деле. И плюс здесь очень много солнца. На встрече с главой республики разговор шел о перспективах развития экономики банковской сферы, о том, на что могут рассчитывать молодые специалисты, выбравшие регион местом работы. Правительство республики создает благоприятные условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций, открытия новых высокотехнологичных рабочих мест и просто для жизни. Касаясь всех остальных вопросов, вопросов жизнеобеспечения, строительства школ по отдельным микрорайонам, кто в городе живет, строительства детских садов, благоустройства дорог, я уже говорил, мы этими вопросами занимались и будем заниматься. В диалоге с главой Чуваши сотрудники сервисного центра интересовались строительством дорог в республике, развитием Чебоксарского аэропорта, перспективами развития туризма и экологическим состоянием региона. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Мы вновь возвращаемся к теме безналичной оплаты проезда. Несколько дней назад водитель 60 маршрута высадил девочку, которая хотела оплатить проезд по карте, а в транспортном средстве не оказалось специального терминала. Между тем, по закону, с 1 января все перевозчики должны были установить такие устройства во всех транспортных средствах, а в случае отсутствия терминалов переводить пассажиров с транспортными картами бесплатно. Следственный комитет по Чувашии начал доследственную проверку. В настоящее время в целях установления всех обстоятельств произошедшего проводятся необходимые проверочные мероприятия. Вынимаются меры к установлению личности и опросу малолетней ее родителей, водителя, а также владельца транспортного средства. В ходе проверки будут приняты меры по установлению причин и условий способствующих произошедшему, а также будет дана правовая оценка как действиям водителя маршрутного такси, так и его владельца. По результатам проверки будет принято потенциальное решение. Если с вами случилось подобное, обратитесь к жалобу по телефону горячей линии 23-51-99. Городская администрация вправе расторгнуть договор с перевозчиками, которые не соблюдают требования действующего законодательства. В этом году заявление на прием в школу можно подать, не выходя из дома. Но, в отличие вашей опыт, уже оправдал ожидания. Услуга оказалась востребованной. За считанные дни регистрацию прошли почти 2000 пользователей. Новую автоматизированную систему внедрили во всех школах города, а их больше 50. Упрощенная система регистрации позволяет беспрепятственно внести в базу данных всех учеников. Сегодня в 9 утра регистрация открылась, честно говоря, уже ждали. То есть зашли на сайт управления образования. Все простые очень вопросы, то есть просто окошечки, в которые вводишь имя ребенка, его возраст, дату рождения, регистрацию и прочее. Честно говоря, я даже посмотрела, процесс регистрации занял где-то 3 минуты. Очень удивилась. Очень важно после онлайн-регистрации подтвердить свои намерения в течение недели. Для этого необходимо прийти в школу с документами и написать заявление. Если этого не сделать, то очередь автоматически аннулируется. Была проведена, не побоюсь этого слова, а огромная организационная работа. Были подготовлены более 200 операторов, которые занимаются приемом документов в школах. Была проведена работа с родителями по разъяснению того, как необходимо пользоваться электронной системой. Была настроена сама электронная система, которая уже 30 дней ведет прием документов, и она работает у нас без каких-либо технических сбоев. Организаторы уверены, что подобный опыт в республике приживется. И в дальнейшем такая система станет верным спутником любого образовательного учреждения. При этом финансовые затраты минимальные. Упор идет на организационную работу. Уже подано 140 заявлений. Мы готовы принять всех детей, которые проживают по нашему микрорайону. Частично мы уже с ними познакомились и с их родителями, потому что дети уже полгода посещают курсы подготовительные на базе нашей школы. Прием заявлений жителей закрепленных микрорайонов завершается 30 июня, а в июле все желающие смогут подать заявление на свободные места в любую школу. Татьяна Филатова, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня в Государственном Совете Чувашии обсуждали послание главы республики. К разговору пригласили и глав муниципалитетов. Михаил Игнатьев в своем послании обозначил основные направления развития республики. Решение экологических задач и в первую очередь рекультивация пехтулинской свалки. Создание IT-кластера, модернизацию здравоохранения, строительство и ремонт сельских домов культуры и многое другое. Депутаты, по словам спикера Госсовета Валерия Филимонова, должны более тесно общаться со своими избирателями, чтобы совместными усилиями находить новые возможности и создавать условия для реализации гражданских инициатив, выявлять слабые места, но затем работать над их устранением. Спикер Госсовета напомнил, о эффективности органов местного самоуправления депутатского корпуса будут судить не по количеству проведенных совещаний, а по реальным делам, которые принесут позитивные изменения для жителей Чувашии. Есть такая профессия – работать подо льдом. Наша творческая группа побывала на Чебоксарском водоканале и застала погружение водолазов в зимнюю «Волгу». Поехали! Эту фразу Гагарина наш герой произносит неспроста. У нас с оператором замирает сердце. Водолазная группа, которая в этот раз осталась страховать на поверхности, уверяет – в таком костюме не холодно, а зима – их любимое время года. Зимой легче работать. Почему? Чище вода. Нет водорослей. Пока мы обсуждаем специфику работы, прямо под нами водолаз обследует и приводит в порядок фильтры на водозаборной станции Чебоксарского водоканала. Она находится в Волге в нескольких километрах от берега и забирает воду из реки, чтобы подать ее на дальнейшую очистку. А вот что происходило перед тем, как водолаз ушел под лед. Сначала его одевают в специальный костюм и шлем. На улице минус 20, прежде чем взгнуть крепления, их приходится размораживать теплой водой. Что было дальше, вы уже видели. Для тех, кто так же, как и мы, переживает, ответственно заявляю – водолаз вынырнул целым и невредимым. Ольга Пырышкина, Сергей Адушкин. Республика. 10 февраля в музее Чувашской вышивки откроется выставка «Серебряная колдовая». Это первый в республике оборудованный выставочный зал, в котором будут представлены уникальные предметы ювелирного искусства. Выставка создана при грантовой поддержке главы Чуваши. Для древних Чуваши украшения являлись частью культа и символизировали связь миров. Они отражали народную философию и мировоззрение, подчеркивали возрастной социальный статус человека. «Серебряная колдовая» представит лучшие образцы традиционных чувашских украшений, изготовленных из серебра и бисера. Большая их часть – уникальные экспонаты из коллекции Чувашского национального музея. Сейчас специалисты отбирают, реставрируют и готовят изделия к выставке. Этот материал был собран и начинал собираться с 1921 года. В этом году мы празднуем уже 96 лет нашему музею. И поэтому у нас хранятся уникальные предметы, экспонаты 18-19 века из серебра. Здесь представлены украшения, которые мы будем показывать в этих витринах в этом зале, трех групп Чуваши. На экспозиции будут представлены и этнические украшения, которые созданы в наши дни. Первой выставкой из частного собрания, приурочной к открытию серебряной колдовой, станет коллекция по зову предков художника-ювелира-геральдиста Владислава Николаева. Вечер четверга обещает стать поистине волшебным для всех ценителей хорошей музыки. В столице Чуваши состоится концерт известных музыкантов Андрея Москалева и Евгения Брахмана вместе с нашим камерным оркестром. Мы отправились посмотреть, как проходит репетиция. Самый высокий по звучанию инструмент из медных духовых и, безусловно, самый древний. Еще в античности труба была сигналом на войне, а вот такое настало лишь в 15 веке. Свой внешний вид труба, может быть, и изменила, но мощность свою сохранила. Три трубы способны заглушить целый оркестр. Так, ну-ка попробуем. Все-таки это не так просто, как кажется на первый взгляд. Современная труба по своему внешнему виду очень напоминает пионерский горн. Та же свернутая овалом трубка, которая, расширяясь на конце, образует раструб. Но в отличие от натурального горна и старинных труб, сейчас труба снабжена специальным вентильно-пистонным механизмом, который позволяет извлекать все ступени гаммы. Отдельно раструб снимается. То есть у меня дома еще серебряный раструб могу поменять. Смотря, как мне удобно, какой тембр найти. А, то есть они по звуку еще, да? Ну да, немножко этот золотистый звук. А у серебряного раструб более серебристая крошка такая. Вот уже 40 лет Андрей Маскалев не выпускает трубу из рук и не представляет себя с другим инструментом. Благодаря виртуозной игре музыкант получил звание заслуженного артиста России. Но по-прежнему Андрей Маскалев занимается по 5-6 часов ежедневно, чтобы не потерять форму. Когда себя чувствуешь уже счастливым, что позанимался, все в порядке. Я помимо трубы, я на трубе пикало играю еще. То есть у нас барочный такой стиль. Можно в современной пьесе играть. Надо народ удивлять. Кому-то не нравится классика вообще. Он и не придет в зал. А где-то чередовать так, чтобы, еще раз говорю, удивлять публику. Первый фортепианный концерт Шостаковича с солирующей партией трубы. Романцы с кинофильма «Овод» и многое другое. Все это чебоксарская публика сможет услышать уже завтра в зале филармонии. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. О спорте. Татьяна Акимова включена в состав женской сборной России, которая будет участвовать в чемпионате мира по биатлону. Мировое первенство пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском городе. А вот лыжники 11 февраля выйдут на старт юбилейной 35-й массовой гонки «Лыжня России». Ожидается, что в этом году в ней примут участие более 13 тысяч человек. Место соревнований – лыжная трасса в районе Чебоксарского аэропорта. Работы по ее укладке начались несколько недель назад. В этом году дистанция, как всегда, будет варьироваться. Это 3 километра для любителей, 5-10 для спортсменов. Для удобства участников появится парковка для автомобилей на 3000 мест. С 7 по 10 февраля с 10 до 16 часов на стадионе «Энергия» будет организована работа мандатной комиссии, которая также будет заниматься регистрацией участников. 11 февраля, в день старта, регистрация участников будет проводиться на месте проведения соревнований с 8 часов до 11 часов. Лыжная гонка начнется в 12 часов дня. Победители ждут памятные призы. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова